Приветствую вас. Вы знаете, как это выглядит со стороны? Вы нам даете задачу. Вы говорите, хочу получить образование. Потому что, ну, даже не образование, а специальность. Хочу получить специальность, другую. Потому что вот та специальность, которая у меня, да, она, ну, как-то меня, в общем, не устраивает, да. Я понимал, что это не моё, в общем, хочу поменять, хочу другую получить. Педагог, музыка, там, и так далее. Ну, в общем, понимаю я, что учиться для этого нужно, да, что для этого нужны вложения, что учиться просто так я не могу, дистанционная дорожка, нужно учиться на дневной, ну, соответственно, это деньги, да, это какое-то насыщенное пропитание. В общем, средств вкладывать придётся много. Вот. Ну, с меня в топоке. Что мне делать? Можете подсказать советы. Вы понимаете, мы люди со стороны, мы такие, как и вы. И только мы не в вашей ситуации, мы не вы. Мы не знаем, какие у вас потребности. Мы не знаем, почему, например, вы раньше не выбирали по душе что-то, а шли, как я понял, шли, значит, туда, куда вам, ну, идти не хотелось. Вот. То есть, вот, это, мы этого не знаем. Мы этого не знаем, и мы этого узнать, узнать, соответственно, не можем. К сожалению. Вот. Понимаете? Какая штука. И если в тупике вы, то мы, не то чтобы мы тоже в тупике, но вряд ли мы можем вам подсказать что-то новое. Потому что у вас, очевидно, больше ресурсов и более широкий взгляд на то, что происходит. Это первое, что хочется сказать. Второе. Это некие условности. То есть, обучение должно обязательно быть дистанционным. Ой, дневная заучка дистанционная меня не устраивает. То есть, вы говорите, должно быть. Но, почему должно, не уточняюсь. То есть, нет, вы, конечно, говорите, что это серьезная профессия и так далее. И вряд ли с вами здесь кто-то будет спорить. Вот. Что это серьезно. Но, я надеюсь, вы понимаете, что у людей, у всех, свои возможности. Если, если у вас, к примеру, нет возможности, допустим, учиться на дневном или дистанционном, а учиться хочется, то хоть какое-то образование получить можно. А дальше, просто, например, походить на курсы, которые, я уверен, вам помогут все подобрать. То, чем вы, к примеру, нуждаетесь сейчас. И вот здесь, самое интересное. Заключается оно в том, что я не верю в то, что вы этого не знали. Я уверен, что вы знали об этом. Я уверен, что вы знали, что вы в курсе. Мы в курсе этого. На вас такой вариант не устраивает. И вот здесь, разгадыв вопрос. А какой бы ваш вариант устроил? Вообще. Вот, для начала, какой бы вас устроил вариант? Вообще, просто. Какой? Предлагаю вам подумать об этом. Условно говоря, прикинуть свои средства. Если вы можете обеспечить это. Если вы можете обеспечить это. Хорошо. Если не можете обеспечить это. То, наверное, лучше и не рассматривать. Такой вариант. Ну просто, в этом нет никакого смысла. Ведь вам это не подходит. То есть исходить, грубо говоря, нужно из своих средств. Которые есть у вас. И даже если они, эти самые средства ограничены, то опираются на них. Проблема в том, что вы тот вариант, который представляете себе, судя по всему, не покрываете. И раз этот вариант вы не покрываете, то получается, что выбираете вы то, что вам не подходит. Значит, в глубине души, скорее всего, вы этого не хотите. То есть, потенциально вы играете в игру психологическую, которая так и называется, тупик. Просто тупик. Можете почитать об этом в интернете. А из нее... Из... Этой игры... Прямо вытекает... Другая история. Да, но... То есть, вы хотите, чтобы вам подсказали вариант. Или я ошибаюсь. Но сам не знаю, что, скорее всего, будете их отбрыгать. Вот. Вы ведь, мне кажется, будете это делать. Хотя, безусловно... Я могу ошибаться. Второй вариант, который мне представляется для вас. Это... Это... У... условно говоря... Эм... хобби. То есть... Хобби? Ну, в каче... в качестве хобби вы можете заниматься. В качестве хобби. Эм... Эм... С техническим лекциям. Как-нибудь. То есть, да, понятно, это не с детьми работа. Вот. Но... Но... Может быть... Внештатным учителем. Школу. По какому-либо предмету. Для начала. А там, если... Понравится. То и... На постоянную основу вас могут взять. То есть, это всё вопрос. Это всё именно вопрос... Вопрос... Выбора. Вопрос... Эм... Гибкости. Разума. Гибкости. Подхода. Понимаете? Какая штука. Ну, мне... Мне видится... По крайней мере... Так. История мне видится... Так вот. Дальше. Ммм... Вы пишите двоякое противное ощущение, когда... Уже вроде как нашла своё дело. Пришла к этому пониманию. А... Талант в этом тяга, да ещё и серьёзный. Но... Но как руки связаны, сделать уже не знаешь. Что? Где же вы? Возникает вопрос. Были раньше. На годном двадцать семь лет. Это не тот возраст. А... Когда можно... Сказать, что я слишком... Например, старая для того, чтобы... Этим заниматься. То есть... У вас связаны руки... По факту тем, как должно быть... У вас связаны руки внутренними ограничениями. С этим даже... С этим даже... Спорить... Не стоит. С этим даже спорить нельзя. Другой вопрос. Осознаёте ли вы, что эти ограничения субъективны или нет? Потому что вашу проблему можно решить только выходом за эти ограничения и постановке более гибкой стратегии достижения целей, которые вы себе поставили, если это реальные цели. Вот. Вы пишите. Понялось, что образование... Что образование и заработок АКИС не радует? У меня всегда были таланты к музыке. Мало того, мама двадцать лет проработала педагогом. Как оказалось, с генами, меня отец тянет тоже к этому. Работа с детьми с музыкой я просто на... Так... Вы можете писать музыку. Просто так можете писать музыку. Если вы с ней на это выкладываете её, получите известную известность определённую. И так, так, так и раскрутитесь. То есть... В чём здесь у вас трудность с музыкой? И вроде понимаю, что не тот возраст, чтобы китать, но в то же время, каким образом я могу получить второе выше. Для чего на музыку получать обязательно второе выше именно сейчас. Со мной нужно заявить о себе. Показать свой талант. Чтобы у вас в реальности раскручивать. И тогда образование получится. И всё будет у вас хорошо. То есть, главная практика. А ты опять? Ведь это не как гады. Профессы, где приветствуются научки или дистанционный вариант. Такие профессоры вы нацелены, как врач-педагог требует им нового обучения. По времени достаточно четыре-пять лет, хоть я закончил его хороший. А это вы говорите про музыку? Но если вы на ты, то... Опять же... Не все музыканты должны окаживать музыкальную школу. Вот. Так, значит... То есть, тут вот у вас стереотип. Это совсем в другой сфере рассчитывается. У меня сейчас за счёт этого учёба тоже не приходится. Я уж не могу позволить себе чисто учиться. Почему? Вы можете дистанционно работать, учиться. То есть, было бы желание. То есть, ваша проблема выйти из зоны комфорта, выйти за рамки своих собственных взглядов. Вот в чём ваша основная проблема. Ну вот. Дальше я уже... Так. В общем, я в тупике. Но об этом я уже сказал. Ну, в принципе, всё. В принципе, всё. Далее вы спрашиваете, а может кто поможет с советом? А вам что посоветовать? Аналим. Вот что вам посоветовать конкретно? Ну, психолог не встаёт. Мы можем разобраться с вами. Мы можем определить, почему вы себя ранее подавляли. Снять это. Тогда, может быть, будете посвободны. Посвободнее вы увидите тот вариант. Те решения, которые сейчас вы не видите. Кто знает. Может быть, будет так. А может быть, не будет. А может быть, не будет. Поэтому... Определитесь, какого совета вы хотите. И на сколько вы хотите освоить свою профессию. Понимаете, то есть вас тянет куда-то. Вам... вас может... Реально вас может тянуть, например, заниматься музыкой. Это да. Вас может тянуть к музыке. Согласен. На все сто. Но... Чтобы тянуло преподавать, я не думаю. Вам может нравиться работать, действительно, с детьми. Для этого нужно хотеть работать с детьми. И хотеть их чему-то обучать. И тогда вы понимаете, что всё остальное просто средство. Но вы упираетесь вот в определенный регламент обучения и всё. Тем самым вы себя в тупик загоняете. То есть, грубо говоря, есть две стороны. Хочу работать и нет образования. Что-то из этого. Иллюзия. И поверьте. Иллюзия. Образование. Точнее, точнее форма его получения. Не важно, как вы получите образование. Главное, чтобы вы его получили, чтобы у вас была практика и чтобы вы постоянно развивались. И у всех людей есть возможность, как вот у вас, например, да, учиться. Вы можете сказать, да, я получил некачественное образование. Да, некачественное. Никто не говорит, что оно будет качественным. Ну, а лучше страдать, вы считаете? Вы получите некачественное, вы его сами восполните. Всё нормально. Практика. Практика, начинание сможем. Но обучение. Сначала индивидуальное. То есть, вы можете в интернете обучать людей. Вот. Репетиторам, например, здесь же на сайте, например, в разделе учёбы. И всё. Может, тренироваться будет. А там появятся навыки. И нормально. Так что, не догоняйте себя в иллюзионной рамке. Определитесь тем, что вы действительно хотите. Если на этом пути будут проблемы, обращайтесь. Мы вам поможем. На этом всё. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.